Субтитры создавал DimaTorzok Дочь же Марины Зудиной мужественно приняла известие о кончине папы. По словам 55-летней актрисы, девочка заявила ей, что они сильны и справятся с бедой. Звезда театра и кино рассказала, что провела возле супруга в реанимации 106 дней. Она говорила Олегу Табакову теплые слова, даже когда он был в коме. «Позже знаменитости стало лучше, он потом зашел дома в ванную и умер», — поделилась Марина Зудина. «Она даже не успела попрощаться с возлюбленным». Скептики и ненавистники в больнице поговаривали, что у звездной пары не было любви. Марина Зудина отметила, что они были счастливы 35 лет совместной жизни. Олег Табаков дал женщине чувство защищенности. Напомним, актер умер в 2018 году. Марина Зудина подарила ему двух детей, сына Павла и дочь Машу. Актриса рассказала о причинах ухода сына из театра Олега Табакова. По ее словам, в 2019 году Павел самостоятельно принял решение, непростое для него решение, покинуть театр, созданный его отцом. Всему виной стал конфликт с художественным руководителем Владимиром Машковым. Тогда все было так обострено, Владимир Львович с ним не поговорил. Ну, конечно, Олегу Павловичу было бы обидно. Он так радовался, когда Павел делал первые шаги на сцене, пожалуй, плечами Зудина. Однако, меньше работы у сына прославленного режиссера от этого не стало. Павел стал сниматься в кино и перешел в основной состав труппы МХТ. Более того, сама Марина Зудина даже находит в этом плюсы. Но ничего, это тоже какой-то урок, какой-то этап. Из любого жизненного тупика или любого жизненного испытания мы выходим сильнее. Все, что нас убивает, делает сильнее, оптимистично сказала актриса. Продолжение следует...